В кабинете ОБЖ ребята учатся оказывать скорую медицинскую помощь. Ученица 11 класса Диана Проскурина уверена, что благодаря новым тренажерам она без раздумий сумеет помочь пострадавшему. Теперь у нас есть в классах манекены. Благодаря этому мы можем все сделать на практике. Так стало легче и удобней. И теперь нам более понятно. И на действиях мы можем показать, что мы можем сделать в трудной ситуации. Несмотря на привычное для многих значение слова «точка» в проекте приобретает совсем иной смысл. Это прежде всего начало, старт. Старт новым возможностям, новым свершениям и открытиям. Новое фотооборудование, современные компьютеры, квадрокоптеры и очки виртуальной реальности. В школе появился даже инженерный конструктор Лего, из которого можно собрать настоящий башенный кран. В результате использования такого мощного оборудования, которое поступает в точки роста, дети получают возможность развиваться, самореализовываться. Но и для будущего они, конечно же, уже определяют какие-то свои мечты. И уже понимают, что они могут использовать и что они могут сделать в дальнейшем. С этой целью школу оборудовали новой мебелью, сделали ремонт и зону для отдыха и досуга. Теперь у учеников и преподавателей есть все необходимые условия для работы и творчества. «Точка роста» поможет раскрыться вам, поможет проявить себя. И поможет тому, что в жизни вы войдете самостоятельными, творческими, позитивными, желающими учиться и потом самообразовываться личностями. Благодаря проекту за два года в Белгородской области открыто 87 новых образовательных центров. В планах на 2021 год еще 85 таких технологических островков. Обновления прежде всего направлены на школы сельской местности и малых городов. А необходимое оборудование и инвентарь для лабораторных исследований учебные заведения смогут выбирать самостоятельно. Нелли Иванова, Александр Сашнев, Евгений Игнатов. Такой день на мире Белогория.